Девушки отдыхают Главе города докладывают о том, где и какие рекламные конструкции будут размещены. Новый курортный сезон Анапа встречает под новым брендом, оставаясь при этом главным детским курортом. Утром 10 июня тысячи самых юных гостей, подобно органавтам, отправятся за золотым солнцем Анапы. Юрий Поляков поручил обеспечить им максимально комфортные бытовые условия, начиная с питьевой воды. Мелочей на таком мероприятии быть не должно. Все необходимо продумать, начиная от электроснабжения, заканчивая встречей иногородних гостей. 2018-й – перекрестный год туризма в России и Греции. Поэтому в программе тема античного наследия России проходит красной нитью. Одноименный фестиваль откроется здесь, на площади перед городской администрацией. Фонтан превратится в сцену. С нее будет звучать греческая музыка, а вокруг откроется галерея работ гончаров, ткачей, резчиков по дереву. На улице Древней Горгипии вернется жизнь. Роль горожан будут играть актеры. Они будут заниматься повседневными делами, разделывать рыбу, ухаживать за домашними животными, просто гулять и общаться. Двери музея будут открыты бесплатно. Гости смогут не только стать зрителями, но и сами почувствовать себя жителями античного Причерноморья. Кроме того, впервые посетителям расскажут про золото Горгипии – украшения, которые находили в этих саркофагах. В течение дня на улице Горького можно будет отведать блюда национальной греческой кухни. Там же откроется винная деревня. С полудня у русских ворот будут формироваться бесплатные обзорные экскурсии. А уже вечером на театральной площади пройдет концерт «Искусство объединяет мир». В нем примут участие коллективы из города-курорта, а также ансамбль из Ларисы, побратима Анапы. Кульминацией праздника станет выступление группы «Инь-Ян», а также праздничный фейерверк. У нас в этом году, на мой взгляд, достаточно уникальная ситуация. У нас открытие курортного сезона совпало с федеральным проектом «Античные отследи России». Как удалось найти симбиоз этих достаточно самих по себе самодостаточных тем? Да, это было сделать достаточно сложно, но у нас это удалось. И открытие курортного сезона у нас начинается в этом году, 10 июня, именно с фестиваля «Античное наследие России» в рамках перекрестного года туризма России и Греции. Таким образом, мы смогли совместить эти две уникальных линии в единое целое. А какой основной сюжет? Что вы взяли за его основу? Сюжет, я имею в виду, открытие курортного сезона. Основа и основной лейтмотив этого представления – это история города. История города длиною в 2500 лет, где мы можем насладиться мифами, легендами, проникнуться этой атмосферой. Я думаю, что у нас это должно получиться очень хорошо. Ну, понятное дело, что главная площадка, которая у нас будет, главное действие, разведется на театральной площади. Какие еще площадки городские будут задействованы? Какие сюрпризы готовите для гостей и для жителей нашего города? Программа подготовлена очень обширная. Мы не остановились только на центральной части города. Постарались охватить большую территорию. Начнется это все с музея Горгипия, где будет работать интерактивные площадки. Далее в Школе Олимпийского резерва пройдет фестиваль по греко-римской борьбе. Далее программа мероприятий продолжится уже на театральной площади. В 10 часов мы встречаем там детское лето. Мы специально подготовили очень интересную для наших детей концертную программу, в которой они смогут принять активное участие. Не только быть зрителями, но действительно участниками. Это всегда интересно. Ну и на площади в администрации начнется уже с 11 часов торжественное мероприятие «Античное наследие России», которые примут участие официальные лица, делегации. Далее это мероприятие продлится там же уже с 18 до 24 часов вечера. Будет работать у нас Квер Гудовича, который всегда пользуется популярностью у наших жителей. Обязательно это Ореховая роща, которая ставшая для нас уже любимой книжной меккой нашего города, куда приходят любители читать. Их таких в городе очень много находится. Ну и, конечно, вечером на театральной площади мы всех ждем на торжественное открытие курортного сезона, которое начнется в 21 час. Ну и в 23 часа небо нашего города озарит праздничный фейерверк. Екатерина Петровна, а что привезут наши друзья из города Попротима Ларисы? Что касается программы наших гостей, то она также насыщена. Они привозят греческий оркестр в составе профессиональных музыкантов и солистов консерватории города Лариса. Возглавляет делегацию президент этой муниципальной консерватории. Для нас это очень интересно. Будет концертная программа. Но мы с вами не должны забывать, что само слово «музыка» произошло именно от греческого языка. И я думаю, что в этом году это понятие для нас, так скажем, имеет особый смысл. Ну, понятно, что у нас вот этот праздник, как эти сезона, плавно перетечет в другой. Главный, наверное, праздник России – это День России. Какие мероприятия планируются в эти праздничные дни? Да, День России – это государственный праздник. Это очень для назначимая дата. И прямо с самого утра мы также подготовили целую серию мероприятий, где может найти себе, так скажем, принять участие абсолютно любой. С 10 часов у нас у памятника «Русские ворота» пройдет патриотическая акция. Далее на Театральной площади с 11 часов у нас начинается концертная часть, где принимают участие коллективы города Краснодара. В 10 часов на базе детского лагеря «Энергетик» состоятся соревнования по греко-римской борьбе. Ну и вечером мы всех любителей рока ждем на наш музыкальный летний рок-фестиваль «Родина зовет», ставшая также интереснейшим событием этого дня. Что посоветуете? Вот какие мероприятия ни в коем случае нельзя пропустить в эти праздничные дни? И в каких личных приметий участия? Ну, вы знаете, программа подготовлена таким образом, что человек, каждый найдет для себя, для души что-то интересное. Что касается конкретно меня, то, конечно, это открытие фестиваля нашего перекрестного года на площади перед администрацией. Это обязательно, значит, я думаю, что надо посетить фестиваль кухни греческой, которая пройдет на улице Горького. Это, конечно, сквер Гудовича. Это площадки музея Горгипи. Это очень уникальное на самом деле само по себе событие. Ну, и вечернее мероприятие обязательно, это театральная площадь. Я вот себе уже записываю даже. И, Катерина, спасибо огромное. Спасибо, что нашли время, что пришли. И до встречи на 5 сезонах. Спасибо вам. Мы будем вас ждать. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин